Девушки отдыхают Солнце на небе, в воздухе тишь, внизу греет Бог, мой родной Петерыш. Бог греет. Так исторически сложилось, что родину Евгению Даниловичу Спецсену, о которой бывший учитель не устает слагать стихи, выбрал когда-то сам Петр Первый, решая вопрос государственной важности. А было это так. В 1752 году по указу царя два купца, Иван Твердышев да Иван Мясников, привезли сюда сотни крепостных крестьян, в числе которых был и прадед Евгения Даниловича. Рабочая сила понадобилась в этих диких таежных лесах, чтобы по государеву велению основать на реках Катая и Юризань железоделательные заводы. Так, 250 лет назад на купленных у Башкир землях появилось одно из первых поселений нынешнего Гатафа-Ивановского района, деревня Бедирыш. Моего деда сюда привезли, шестилетнего, и на месте нашего Бедирыша стояло несколько казарм, уже готовых, чтобы принять вот этих закупленных двумя Иванами. Дали срок года три, чтобы наши отцы построили себе дома, развели скот, особенно, говорит, уделялось, чтобы рабочие лошади были. Когда народ уже здесь обстроился в свои дома, развели скот, и до каждого было доведено, сколько вазов угля древесного привезти в город, чтобы, а уж через три года там вовсю мощность заработали вот эти железоделательные заводы. Более сотни лет печи Гатафа-Ивановского завода пожирали древесный уголь, добываемый прадедами нынешних жителей Бедирыша. Выплавленное железо раз в год по большой воде отправлялось с Урала в Санкт-Петербург, а оттуда в страны Европы и Америку. Когда-то каждый крестьянский род Бедирыша владел собственной печью и делянкой для заготовки леса. Теперь память о ремесле предков хранят только названия заимок в здешних лесах. Цыганова печи, теперь Челякова печи, Морозова печи, Глухой, Курга, Лазарга. Там люди трудились, что свозили этот лес, выжигали и уголь отправляли на завод. Самый старый свидетель прошлой жизни Бедирыша – вот этот колокол. Почти сто лет назад привез его сюда дед Евгения Даниловича, работавший куриным мастером. После революции пятого года правительство уже чувствовало, что назревает Чила, а рабочие требовали нормированный рабочий день. И вот в 1909 году этот колокол привели. Как, где он отлит, не знаю. Привезли, поставили, вот была вот где около клуба вышка, и начали отзванивать часы, что от и до работали. Уже этот рабочий день был точно нормирован. А его вот если стукнуть, например, его за пять километров слышно, он настолько звонкий, этот колокол был привезен вот для этого. Нынче этот колокол созывает людей только на пожары. Работы в селе, не считая хлопот по хозяйству, давно уже нет. Разъезжаются кто куда, потомки угольщиков и лицорубов. Еще 30 лет назад в Бедирше было 540 жителей и 200 дворов. Сейчас по-прежнему хранят верность своему селу только 150 человек. Бедярыш, Бедярыш, провальная яма. Не поехала бы я сюда, сударанья мама. Или уехала бы от селья, сударанья мама. Бедярыш, село Большой, можно гордым назвать. Бедярыш, новскими девчонками, можно ноги поломать. Моя кота маленькая, печка да заваленка. Зато не казенная, а своя законна. Лучшие времена, конечно, как и по всей нашей родине, это вот брежневские времена. Я вот заступил председателем в 73-м году. 70 человек лесорубов поедут, столько техники было. А какой трудовой энтузиазм был. В клуб-то вот мы ровно придем, ведь у нас 26 парней было в клуб. Сейчас ведь никого нет. Девчат столько же. Мы придем. Ну я-то не лесоруб был. А они бригады с бригадой подводят итоги. Эх, мы шпалы больше дали, а вы меньше. Они, ну завтра мы вас перегоним. Они не говорили молодежь, что мы завтра больше самогонки выпьем. А мы завтра шпалы больше дадим. А мы завтра кубов больше дадим. А сейчас не услышу эту. Да музыка-то какая была. А сейчас вот никого не найдешь, что хотя бы немножко на какой-то гармошке. Все это вот эти проигрыватели. Музыка, вот по-моему, это потребность человека. Вот раньше взять. Ведь больше было гармонистов, баянистов, гитаристов. Человеку повидим. Я вот так вот думаю, не знаю как. Я думаю, что музыка, она для человека нужна. А ее не было, этих вот проигрывателей, транзисторов-то. Так он ее сам для себя. Мелодию ведет, знаешь, какой-то удовольствие или радость на душе. А сейчас он включил вовсю. Как говорят, без техника дурак. Просто дурак. А с техникой дурак в квадрате. Я бы все целиком забрал, за исключением, чтобы хлеб, как тогда, был бесплатный, чтобы его бросали. Вот это я бы не допустил. Хлебушка насущный, чтобы стоил копеечку. Он трудов больших стоит. А все остальное я бы социализма хоть сейчас бы заграбастал. Свобода, слово-то да. Я и в советское время говорил. Потому что в советское время он и разговор по-другому клеился. Сколько выполнили, сколько сделали. Где она показуха-то была? Труд. Вот это вот наш леспромхоз давал 100. Вот я куда заступил, 160 тысяч кубов. Дошел. Вот я ушел в 86-м, до 92 тысяч. Какая показуха? Евгений Данилович, бывший учитель и бывший председатель сельского совета, считает, что возрождение деревни можно начать хоть сегодня. Было бы желание. Под боком Макдирыша находится большое месторождение поделочного камня Лемезита. Камень-то есть, нет умной головы, которая по-хозяйски могла бы распорядиться этим богатством. Кашко вот сейчас закупил его. У него нет желания трудиться. А ведь надо начать. Была бы вот советская-то власть. Я ведь генеральный план, вот был здесь, когда при мне начинали, вот тогда бы разработали. 73 человека было бы трудоустроено на добыча, значит, распиловка, шлифовка, полировка. А 73 человека, если бы дать работу, сейчас бы люди подъехали, а он каждый может с семьей. Они все же холостые приехали, одиночки. Вот село-то бы вдохнули. И началось бы, нет, он вон мертвым грузом, этот уникальный камень лежит, а щелот без работы. Иногда страсть как хочется Евгению Даниловичу ударить в старый дедовский колокол и разбудить, как декабристам Герцена деревенский народ, и объявить, что, дескать, настало время собирать камни. Да только вот услышит ли кто? Изредка вздыхая о своем бурном прошлом, Бедирыш маленькими шажочками семенит по-настоящему. В неизвестном пока направлении. Вот я смотрю вот эти вот дома, я говорю, вот как клыки у старенькой старушки или как у старого старика останутся вот два-три клыка в этом зубо, во рту, так и эти. Как Николай Васильевич Гоголь сказал, что остались мы щирые, да как вдовица после крепкого мужа щирая осталась земля наша. КОНЕЦ КОНЕЦ